Притихшая ночная обитель, мягко падает снег, укутывая монастырь непорочным белым покрывалом. Кажется, лучшего вечера для крещения быть не может. Этот праздник один из любимых у православных христиан. Через крещение человек становится частью церкви. Главный ритуал праздника – чин великого освящения воды. Говорят, она имеет большую силу, укрепляет человека, дарует Божью помощь. Но чтобы крещенская вода действительно принесла благодать, нужно помнить о правилах. Нельзя сквернословить у святыни. Брать нужно столько, сколько используете. Каждая капля – драгоценный дар. Но если все же есть остаток, сливайте его не в канализацию, а, к примеру, в цветочный горшок, живое к живому. Крещенскую воду мы с благоговением набираем и храним в течение всего года. Используем как великую святыню, употребляя ее натощак, испивая ее, умываясь. И, значит, окропляя наших больных. И через молитву, и через благодать этой великой святыни люди получают как духовную, так и телесную помощь. А вот купание в проруби – обычай, скорее, народный. Священники говорят – грехи так просто не смыть, нужно исповедь. Лучше поберечь здоровье, особенно сейчас. Достаточно умыться крещенской водой, предварительно помолившись. И все же куряне год из года окунаются в купелях и иорданях, испытывают русский дух. Стараемся каждый год окунаться, значит, все-таки слава Господу, что здоровые богатыри русские. Я только что нырнул, как заново родился. То есть, ну и вот, всякие вот эти пандемии в течение вот этих двух лет проходят мимо стороной. Ну, еще раз слава Богу. Православный человек, православное место. Приходишь, очищаешь от своих грехов, которые делал, там, матерился если, пил там, все такое. На душе легче потом выходит, аж дышать легче. В регионе оборудовали 46 мест для купания. На каждом дежурили спасатели, полиция и медицинские работники. Бывали случаи при сильных морозах. Люди страдали от того, что, ну, значит, были на грани обморожения. Бывает сердечком плохо, но это крайне редко. И у нас здесь дежурит скорая медицинская помощь. В свое время наказывалась помощь. И таких экстраординарных случаев, связанных с серьезными последствиями после умовения, не было. Спасатели признались, тоже не прочь окунуться. Но работа прежде всего. Юлия Матвеева, Семен Ковтанюк. События дня.